дамы и господа товарищи здравствуйте вы на канале обувного маньяка знаете что я вам хочу сказать я дам вам парабеллум мы будем отходить в горы но вы же понимаете поход в горы это ответственное задание только одного парабеллума недостаточно если для похода в горы вы наденете неправильно обувь то могут возникнуть проблемы и парабеллум вас не спасет дабы не отказаться в такой а не оказаться в такой ситуации с парабеллумом и в сланцах обязательно посмотрите мой сегодняшний выпуск и еще я вас хочу попросить не забудьте подписаться не забудьте поставить лайк ну а я пока приступаю к распаковке вас из дас дас из пакет давайте посмотрим что у нас в пакете пакете у нас коробка очень качественно здесь выбита надпись adidas и здесь мы имеем чек первый кроссовок кстати упакованный как две хрустальные вазы очень прикольно хорошая упаковка ой секундочку ой пардон так первый кроссовок но здесь как обычно экологический загон ой а рядом смотрите совсем не экологический загон ну ничего страшного для суммы все прощаем так первый кроссовок и второй кроссовок опять же горы упакованы как две хрустальные лаза и пустота сегодня перед нами восхитительный adidas terx обувь созданная для хайкинга мы всю зиму занимались хайкингом у нас было много зимней обуви из серии terx adidas terx сегодня у нас весна лето осень ведь и в это время можно ходить в горы даже нужно ходить в горы и ввести здоровый образ жизни здесь мы имеем три полоски исполнены в легкой светоотражающей манере и мне это очень нравится это непохабно это даже слегка интеллигентно кстати модель выполнена полностью из переработанных материалов из пластика потому что adidas вписался всемирную программу спасения земного шара от мусора и соответственно adidas выполняет свои обязательства и держит свое слово так что мы имеем фактически пластиковую бутылку которую кто-то когда-то выбросил ну естественно не одну пластиковую бутылку давайте посмотрим партия любителей клея вот смотрите какой сюрприз вообще просто прелесть дальше смотрим спайку ходовой склейку ходовой с кузовом и к сожалению у меня опускаются руки я не могу ни до чего докопаться единственное вот здесь какая-то непонятная суета ну окей ладно мы прощаем все нашему любимому adidas давайте посмотрим что у нас со вторым экземпляр ну здесь тоже самое в общем это мусор в общем все в принципе на уровне все восхитительно все классно что касается стиля данного экземпляра он не очень понравился да хоть и вот опять же какие-то цвета почему оранжевый но оранжевый ладно оранжевый не розовый вот очень интересный элемент но я уверен что это больше декоративное декоративное решение хотя возможно если у вас солидно такая пятка то вас это спасет хотя вряд ли это стопроцентная декорация здесь мы имеем классную шнуровку шнурки кстати вот тут она они не светоотражающие здесь у нас материал ripstop ripstop кстати создан свое время по заказу нато и ripstop бывает разные у ripstop бывают разные задачи от влагонепроникаемость влагонепроницаемости до там тепло прочность чуть ли не маслостойкость в общем это был заказ свое время нато это вот какой-то альянс военный нато в общем они в свое время являлись заказчиками данного материала ripstop ну и позже ripstop пошел в массы здесь материал а-ля замша и она достаточно такая тактильно приятная но чувствуется что это не настоящая замша я честно говоря не имею ничего против искусственных материалов очень часто искусственные материалы возможно даже прочнее чем натуральные материалы здесь тоже материал такой ripstop здесь 5 привет у нас тут привет да андрей козлов андрей козлов спасибо вам большое за то что вы поддерживаете мой канал спасибо за комментарии спасибо что вы участвуете спасибо вам огромное здесь у нас смотрите в общем а помните рибоки рибоки затыксы были там вот задняя пятка была я сказал что она возможно будет царапать вот эта часть очень мягкая вот эта часть а здесь есть уплотнитель соответственно здесь такого повторения быть не может хотя на первый взгляд кажется что здесь очень тонко все сделано здесь язычок а так по поводу размера размер все как обычно и са 9 8 26 половиной сантиметров да ребят я кстати в одном из в прошлых видео на пумах рассказывал и делал что у меня тест-драйв я эту обувь уже носил на протяжении двух часов по квартире и у меня есть полноценная картина по данному экземпляру после показа моды я с вами поделюсь своими впечатлениями по данному экземпляру давайте посмотрим что у нас стелька солидная стелька солидная люблю солидные стельки тут нам напоминают о том что этот таракс внутри у нас обычная жизнь ничего особенного так что я забыл сказать 398 грамм весит этот экземпляр промежуточная подошва его и я люблю его честно я люблю его и постепенно начинаю любить буст почему я начинаю любить буст я вам позже расскажу и теперь внимание подметка здесь непростая подметка да я как бы сначала посмотрел в магазине думаю блин почему не континенталь что это такое подошва подметка называется трексон это не химический состав это просто подметка так называется обычная резина но изначально вот вот эти кубики создавались для технологии разрабатывалась для футбольных бутс бутс бутсов да вот так правильно но позднее рисунок был слегка видоизменен и начал использоваться данный рисунок в обуви для хайкинга потому что считается что он очень цепки очень надежные бронебойные нестираемые в общем лучше для лучших а в целом модель очень интересная давайте посмотрим как они блестят на солнце индекс стиля наше все и сидят они здесь восхитительно и здесь как бы и говорить нечего очень интересно очень классно обувь что касается размера вот смотрите палец мой здесь соответственно все в порядке ширина немножко не могу вам объяснить не могу передать словами есть никак некое чувство болтанки причем у меня это на левой ноге на правой нету потому что тоже ноги сами понимаете индивидуальное дело поэтому при покупке обратите на это внимание понятно что черные подойдут под голубое но черные данный экземпляр подошли классно под рыжие мои индекс стиля здесь носки максимально подобраны и черная на черном смотрится восхитительно соответственно делаем вывод что обувь стильная обувь классная обувь комфортно а дальше смотрите сами возвращаемся наш операционный стол мы после показа моды как я обещал я поделюсь своими впечатлениями об эксплуатации данного экземпляра в котором я проходил по квартире на протяжении трех часов за три часа я не испытал дискомфорта никакого надев эту обувь я оказался в тапочках но опять же да как я и сказал во время показа моды возможно потому что надо было брать на размер меньше но с другой стороны в общем всем у кого широкая нога вам однозначно эти кроссовки подойдут размер в размер всем у кого высокий подъем они просто шикарно нереально как тапочки в принципе это классический мой размер но может быть они просто за счет того что рассчитаны на более теплые носки на более такие солидные носки поэтому у меня осталось какое-то легкое чувство болтанки вот в этом месте ну и здесь палец но палец не критично самое опасно это вот болтанка в этом месте но болтанка была не критичная да и если что имейте ввиду все эти вот нюансы лечатся покупаете тонкую стельку самую простую китайскую кладете вот под эту стельку и решаются все вопросы мне очень понравился топов я думаю до плюс 20 градусов в этой обуви вам будет комфортно его работает отлично я не почувствовал никакого дискомфорта стиль но стиле вы видели все достаточно классно все очень сдержанно прикольно как бы абсолютно вот серьезно и вы как бы я говорил что мне не нравится светоотражающие элементы там в пуме были светоотражающие элементы которые были очень очень как-то они наляписто выглядели а здесь так тихо скромно интеллигентно эти три полоски и вот этот элемент достаточно прикольно здесь смотрится язычок статья вам не показал язычок простите меня пожалуйста вот тут так выполнен язычок соответственно вот до сих пор вода вот вот так вы можете смело наступать в воду вот по вот это место вот так говоря вот до такого момента вы можете смело погружать переднюю часть своего кроссовка в воду потому что здесь все сделано именно так чтобы вода внутрь не попадала обошлись мне эти кроссовки сейчас я вспомню вы видите я уже не помню сколько они мне обошлись 9 500 9 600 у меня кстати появилась карта 20 процентная скидка в адидасе так что вот фактически я приобрел их со скидкой в 20 процентов в 9600 рублей что составляет в евро 109 евро я могу сказать что данный экземпляр стоит этих денег он реально очень такой вот ну правда вот приятная обувь и все а дальше вот судите сами понятно что за 3000 они вообще шикарно будут ну а за 2000 вообще супер супер но откровенно говоря да как бы хорошего серьезно хорошая классная обувь такая сдержанная порядочная культурная качественная комфортная обувь вот соответственно для всех для кого стоит вопрос водонепроницаемости до под дождем ну дождь это само собой здесь вообще никаких вопросов с дождем не будет а про лужи ну вот вот до сих пор можете нос опускать в лужу спокойно потому что здесь все так продумано все так сделано что все будет хорошо друзья я надеюсь вам понравился сегодняшний мой обзор не забывайте ставить лайки не забывайте подписываться на меня я всех люблю всех обнимаю adios друзья